Качество проведенного капитального ремонта в городе оценили на 2 с плюсом из 10. Такую оценку поставила Светлана Калинина, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды. Днем ранее она вместе с экспертами провела рейд под ремонтированным в 2018 году домам. И результаты неутешительны. Почти везде есть нарушения. А если капитальный ремонт проведен в какой-то части дома, то исправить последствия уже нельзя. Вы на чердач на это помещение накругливаете? Вы теперь как вид работ в течение 30 лет не имеете права вообще ничего там больше планировать? Вы уже ушли из кровли. У вас следующий вид работ? Система теплоснабжения. Следующий фасад, следующий там чердак, подвал вернее. Чердака как такового он идет кровельным, понимаете, покрытием. Это навыки, это вернее нормы строительного языка. На заседании круглого стола по вопросам капитального ремонта присутствовали представители Роспотребнадзора, прокуратуры, различных министерств, а также заместители главы администрации города. Светлана рассказала обо всех выявленных замечаниях и о домах подраселения, в которых ремонт проводят, и обо всех ошибках. Государственные теперь программы – это не дело одного или двух чиновников, которые принимают какие-то решения. Это государственная программа, это государственные проекты, это не лично бочина какого-либо чиновника. Если вы срываете такие программы, значит будут конкретные конструктивные решения. По-другому никто эти программы вам разрушить не даст. Коснулись и вопроса о подрядной организации. Светлана отметила, что 90% всех заказов в 2018 году выиграла РСО-1, в штате у которой всего 44 сотрудника. Женщина рассказала, что они нанимают работников, чтобы успеть срок, хотя чиновники говорят об обратном. Ни одного элемента из программы не выброшено. Если этого элемента просто нет, у нас подают муниципалитеты, соответственно, есть данные, когда дом имеет горячее водоснабжение, на самом деле люди получают горячую воду от колонки. Соответственно, таких элементов, естественно, не уходят из программы. Если же люди отказываются проводить капитальный ремонт сейчас, этот вид работ переносится в следующий год. Работы по капремонту переносят из-за того, что просто не успевают сделать. Такой ответом дала Светлана Калинина. Вы что считаете, ГВС, ХВС и отопление еще не сгнило, что ли, за 60 лет? Вы же приходите в дома не в новые, которые построены 5 лет назад. Какой срок использования? Он уже 4 раза срок весь прошел по этим трубам. Но вы сегодня меняете ХВС, а через 20 лет меняете, или через 5 лет меняете отопление. Я про это говорю, что сегодня все программы у вас сверстаны, износ уже 3 раза износ. Прокуратура уже занимается проверкой подрядной организации РСУ-1. Все замечания о качестве проведенного капитального ремонта соберут воедино, и по ним будет проведена проверка. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город».